Технический обзор от компании Grand Capital. По традиции начнем с пары евро-доллар. С момента нашего последнего технического обзора пара евро-доллар показала уверенное восходящее движение и в настоящий момент торгуясь у отметки 1.3521 имеет в качестве локального многомесячного максимума отметку 1.3710. Отметим, что данное краткосрочное нисходящее движение вызвано не только технической коррекцией, но и в целом вновь появившимся на рынке слухом о возможной проблеме с банковским сектором в Испании, как и в целом с обслуживанием государственного долга ряда европейских стран. Однако, даже не принимая во внимание данные, пусть и негативные фундаментальные факторы, отметим, что с технической стороны по паре давно назрела коррекция и даже если смотреть на простой осциллятор MACD, мы видим здесь уже нисходящий сигнал, сигнал на продажу. Если рассмотреть возможные перспективы данного коррекционного движения пары евро-доллар, отметим, что на пути данного нисходящего движения первым важным уровнем сопротивления в настоящий момент является отметка 1.3520, возле которой пара в настоящий момент и торгуется. В случае, если данный уровень будет преодолен и в течение уже американской торговой сессии пара закроется ниже данной отметки, то на фоне продолжающегося нисходящего коррекционного движения, а также на фоне ожидания решения Европейского Центрального Банка по процентной ставке, публикация которого состоится завтра в четверг в 16.45 и дальнейшего выступления главы Европейского Центрального Банка господина Драги, которая начнется также завтра в 17.30. На фоне данных от Европейского Центрального Банка и на фоне ожидания уступления главы ЕЦБ пара евро-доллар может продемонстрировать продолжение нисходящего движения вплоть до уровня 1.3450-1.3435. Если рассмотреть другую валютную пару, пару фунт-доллар, фунт, так же как и евро, в настоящее время находится под давлением, однако если посмотреть общую картину, которая складывается на графике данной валютной пары, мы видим, что данная негативная тенденция складывается по британскому фунту уже в течение последних нескольких месяцев и после преодоления ранее достигнутого максимума отметки 1.6310 пара, начиная с декабря 2012 года, демонстрирует нисходящее движение, потеряв за это время более 5 центов. В настоящий момент котировки пары фунт-доллар становились в отметке 1.5650 и если рассматривать более старшие графики, в частности если рассмотреть график недельный, здесь можно рассмотреть одну интересную фигуру. В частности мы видим, что в рамках общего консолидационного движения пара фунт-доллар достигла важного уровня поддержки и если сейчас рассмотреть возможность нисходящего движения пары фунт-доллар, данное нисходящее движение будет возможным в случае, если у пары получится преодолеть данный уровень поддержки отметку 1.5650 и в случае, если на дневном графике в течение этой недели мы увидим данный прорыв, прорыв данного уровня поддержки и уверенное закрепление пары ниже данной отметки, не исключается вероятность в рамках среднесрочного движения движения пары к отметке 1.5270. Несомненно, на пути данного нисходящего движения у пары будут более локальные уровни поддержки. Ну, если рассматривать более среднесрочную перспективу, данный вариант движения, он по-прежнему остается актуальным. Более того, определенный негатив для, в частности, фунта оказывает и статистика, которая поступает из Великобритании, в частности, опубликованные на прошлой неделе данные по ВВП, данные по промышленному производству, оказывают определенное негативное влияние на британский фунт. Не спасает его даже опубликованный вчера индекс деловой активности в производственной сфере и сфере услуг, который вырос, вызвав тем самым в краткосрочной перспективе незначительное укрепление британского фунта, что, в частности, хорошо видно на часовом графике. Но, несмотря на все это, в настоящий момент пара фунт-доллар продолжает демонстрировать нисходящее движение. Единственной альтернативой, то есть, возможным восходящим движением в рамках уже заданного определенного канала, может стать, опять же, восходящее движение к ранее достигнутым максимумам, к отметке 1,6-1,650. Произойдет это только в случае общей коррекции по американскому доллару и если по паре евро-доллар, которая зачастую оказывает поддержку паре британский фунт-доллар США, если по паре евро-доллар вновь наметится уверенный восходящий тренд. Пока мы этого не видим, поэтому основной прогноз по паре фунт-доллар остается сдержанно негативным с рекомендациями продавать при движении пары ниже отметки 1,56. Напомним, что завтра в четверг в 16.00 Банк Англии огласит решение по процентной ставке. По прогнозам экспертов ставка останется на прежнем уровне, на уровне полупроцента, однако более важным для рынка станут комментарии представителей Банка Англии относительно денежно-кредитной политики банка. Ну и, конечно же, относительно в целом программы количественного смягчения, которая в настоящий момент, уже в течение нескольких месяцев, банком Англии не пересматривается. Следующая валютная пара, которую мы рассмотрим, пара доллар США, швейцарский франк. Рассматривая также дневной график данной пары, мы видим, что пара доллар-франк находится также в нисходящем тренде. В настоящий момент, оттолкнувшись от уровня поддержки отметки 0,9020, пара устремилась наверх. И здесь, рассматривая возможную вероятность восходящего коррекционного движения в качестве ближайшего уровня сопротивления, можно выделить отметку 0,9225-0,9230. Соответственно, данное движение на 70 пунктов в течение этой недели нам видится более чем вероятным. А в целом же, по паре доллар США, швейцарский франк продолжается нисходящая тенденция. И в случае, если пара в рамках данного коррекционного восходящего движения достигнет уровня сопротивления отметку 0,9230, в случае, если этот сценарий будет исполнен, мы не исключаем разворота и, соответственно, движения вновь к уровню поддержки, вновь нисходящего движения. Что можно выделить в настоящий момент, пусть и условными, возможными стрелками. Что же касается следующей валютной пары, которую мы рассмотрим, пара доллар США и японская иена, здесь все достаточно понятно. И после парламентских выборов, и после вступления в должность нового премьера министра Абби, продолжается так называемый Абби-трейд. В настоящий момент пара доллар США и японская иена торгуются уже выше отметки 93,50. И, рассматривая общую тенденцию, вряд ли можно говорить о какой-то остановке данного тренда. Это, конечно же, стоит принимать во внимание уровень сопротивления, который пара достигла на этой неделе. Уровень сопротивления отметку 94,5. И если рассматривать некое среднесрочное перспективы движения пары доллар США и японская иена, можно выделить некую краткосрочную остановку возле данного уровня. В рамках данной остановки мы видим возможное коррекционное движение пары доллар США и японская иена к отметке 92,50-92,30. Данное возможное прогнозное движение также условно выделим красной стрелкой. Несомненно, власти Японии продолжают ориентироваться на политику смягчения. И данная политика, несомненно, продолжит вызывать продажи японской иены со стороны инвесторов. Но, что свойственно для валютного рынка, это цикличность. Поэтому в рамках данной цикличности и в рамках коррекционного технического нисходящего движения мы в настоящий момент прогнозируем в краткосрочной перспективе нисходящее движение по паре доллар США и японская иена. Что же касается другой валютной пары, евро-франк, по которой складывается примерно аналогичная ситуация, вернее складывалась в начале года, когда швейцарский франк стремительно терял позиции против единой европейской валюты. В настоящий момент, как мы видим, пара евро-швейцарский франк торгуется в все более сужающемся диапазоне. И в настоящий момент, остановившись у отметки 1.23.30, пара имеет в качестве локального уровня поддержки отметку 1.23.00. В качестве второго уровня поддержки можно выделить отметку 1.22.50 и в качестве некого локального максимума, который и задает верх диапазона, также можно выделить следующий уровень, это отметку 1.24.00. Соответственно, в среднесрочной перспективе мы ориентируемся на возможное флетовое движение валютной пары евро-швейцарский франк в данном пусть и не совсем узком коридоре. Что касается товарно-сырьевых валютных пар, в частности пары австралийский доллар-доллар США, здесь мы также, рассматривая общую техническую картинку по паре, видим некий диапазон. Данную фигуру можно назвать и вымпелом, и треугольником, это не меняет сути. Важным остается уровень поддержки, который сегодня пара пытается преодолеть. И если на закрытии дня и далее недели мы увидим, что пара австралийский доллар-доллар США торгуются ниже уровня поддержки отметки 1.03.50, открываются перспективы движения к уровню паритета. Соответственно, в данном случае, помимо статистики, которая в настоящий момент абсолютно не поддерживает австралийский доллар, статистики, поступающие, соответственно, из Австралии, важную роль будет играть также и ситуация на товарно-сырьевых площадках. Коль скоро золото не продолжит нисходящее движение, которое в настоящий момент демонстрируется на дневном графике, и если мы все же по золоту увидим восстановление, то есть восходящее движение хотя бы к уровню 1700 долларов за тройскую унцию, возможно, негативный сценарий движения по паре австралийский доллар-доллар США может быть пересмотрен. Тогда в случае, если, опять же, отметим восстановление котировок на товарно-сырьевом рынке, наш прогноз по австралийскому доллару также будет пересмотрен с продавать на покупать, однако покупки в данном случае возможны не раньше, чем от отметки 1.03.71.04. Пока же мы сдерживаемся от дополнительных комментариев по паре австралийский доллар-доллар США, пока непонятна ситуация с данным уровнем поддержки. На этом наш обзор подошел к концу, напомню, что более подробную информацию по ситуации на финансовом рынке вы найдете на нашем сайте www.grandcapital.net На этом все, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями компании, участвуйте в наших конкурсах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok